Почему некоторые особо передовые вузы так рьяно навязывают другим вузам свои МОКИ? Не потому ли, что в них положены чрезмерно гигантские бюджеты, которые надо как-то отбивать? Почему приходится прибегать к административным ресурсам на уровне самого правительства, чтобы эти МОКИ как-то навязать другим вузам? Не от того ли, что к ним отсутствует интерес на рынке и не от того ли, что всем видна плохо скрываемая неприязнь не только вузам, но и самого министерства к этим самым МОКам? И не от того ли мы наблюдаем этот тщательный уход от контактов с профсообществом, поскольку результаты применения МОКов носят ненавычный и чисто конъюнктурный характер. Почему сами ведущие вузы, генераторы этих МОКов не торопятся демонстрировать внутренние результаты применения МОКов? Может изначальная цель их создания была в сокращении преподавателей? Но с другой стороны, почему многие наши тренеры, инструкторы и якобы знатоки в сфере онлайн обучения сами не показывают примеры того, о чем они говорят? Не от того ли, что и показать собственно нечего, кроме рекламных текстов и картинок? Не знаю. Гадать можно разным. Но одно можно сказать точно. Все пытаются ставить свои задачи. Только вот какая беда. Не каждая поставленная задача является решаемой. Желание заработать любой ценой понятно, но есть законы природы и общества, которые нарушать бесполезно. И если их не соблюдать, то МОКи становятся просто тормозом в развитии образования. А тренинги сапожников без сапог – это пустая потеря времени и денег. Самое же обидное во всех этих случаях – это ваши упущенные реальные возможности. Но все не так на самом деле плохо. Дайте себе удовольствие ощущать красоту современных технологий. А для этого научитесь понимать и применять закон лучшего результата в обучении, о котором я буду говорить на моем вебинаре. Как задачу поставишь, так ее и решишь. Основы создания эффективной интерактивности, без которой не существует ни лекций, ни практик, ни проектов. И этот закон применим для всего онлайн обучения. Жду вас на моем вебинаре.